Математика для гуманитариев Такие, что-то вроде дипломатических Внешне вроде вежливо, но вообще-то внутри любви как-то не чувствуется Почему это так? Я думаю, это связано с двумя причинами Первое, что преподается И второе, как преподается Так вот, что Я сейчас приведу пару примеров Того, о чем мы с Еленой Михайловной будем рассказывать В известном смысле Математика, по крайней мере, если трактовать ее Как в ее инструментальной ипостасе Конечно, у нее есть и мировоззренческая Это некие структуры А потом Делание, говоря языком Владимира Владимировича С этими структурами чего-то Да вот, структуры Вот тут уже и выявляются эти трудности Применение математики к делам гуманитарным Тут говорят обычно такие слова Ну, вы знаете, математика же наука такая Тут должно быть все четко Это так Тут два Тут три Это или верно, или неверно А в гуманитарных, знаете ли, тут все так размыто Тут так не четко Не то чтобы да, не то чтобы нет Скорее, более, в основном Так вот, на самом-то деле Математика для описания таких вещей существует Изобрел ее где-то в 60-х годах Выходит из Азербайджана Давно уже живущий в Соединенных Штатах И поныне здравствующий, хотя уже весьма немолодой Лот Физаде Он ее так назвал нечеткая или размытая математика Причем, это такая несколько двойственная наука Внутри, так сказать, в своем механизме Это нормальная математика С определениями, доказательствами и так далее Но этим мы заниматься не будем Ни определениями, ни доказательствами Это не нужно нормальному человеку Это только математикам Это их хлеб А вот в приложениях она вот позволяет оперировать вот такими вещами Когда вы не говорите сколько, 5 или 10 А говорите довольно много Или маловато Вот Это вот один пример И второй Значит, сразу скажу, что особенно интенсивно эксплуатировать знания Полученные или не полученные вами в школе мы не будем Поэтому напрягитесь И сейчас чудовищно сложный геометрический объект Попрошу вас вообразить шар Ну, бильярдный шар, футбольный мяч Голова, если она пухнет от знания Она уже вот круглая такая стала Вот шар У шара есть центр Вы представляете, что такое Не надо вспоминать определение, что такое шар, что такое центр Ну, понятно, центр в среде Вопрос такой А центр вообще один у шара или нет? Никакого подвоха Никакого подвоха Один же центр Ну, конечно, один Конечно, один А существует математика, где центров много Она называется не Архимедова математика Причем это, что самое интересное Это не какой-то математический кунштюк, не какой-то фокус Фокусы, они есть в любом ремесле В математике они есть, конечно, тоже Но это не фокус Потому что вот это, казалось бы, совершенно экзотическая математика Где вот шары такие ненормальные Она вполне применяется к каким-то совершенно житейским вещам Классифицированию объектов и так далее И в частности гуманитарные ее приложения весьма широки Теперь одно короткое замечание А почему всего этого, если оно так просто Действительно просто Ну, если это находит применение Почему этого в наших уважаемых вузах не делают? Почему это не считают? А вот сейчас мы применим, наоборот, гуманитарное Нечто такое, социологический подход к математике и к преподаванию Когда-то читал я математику будущим социологам И рассказывал им о теории графов Граф – это точки, соединенные линиями Вот и все Существует, конечно, строгое определение Но оно, опять-таки, нам не нужно Точки, соединенные линиями Ничего и читали Почему это нужно социологам? Отношения в малых группах Люди – это точки, отношения между ними – это линии Чего проще? И вот заведующий кафедрой, где я совместительствовал Так он меня поддерживал И как-то имел, возможно, неосторожность На кафедральном собрании сказать Вот, Николай Николаевич, теорию графов студентам рассказывает Ветераны так обиделись Так что? Мы теорию графов должны учить? Ну, вы представляете, как мерзость Человек 30 лет назад выучил производные интегралы И долдонит их филологам, биологам, географам И всем, кому не попать Притягивая, может быть, за уши чуть-чуть разные примеры А тут понимаете, что за другое учить Вот вам и все Ну и пару слов о том, как мы это будем рассказывать Когда-то одна высококвалифицированная преподавательница музыки Заведующая отделением музыкального училища Ну, моя давняя знакомая На мой вопрос, почему вот наши приятельницы, там, одноклассницы Которые учились в музыкальной школе Почему, закончив эту школу, они закрывают крышку пианино Никогда не открывают Она говорит, видишь ли, будущего музыканта профессионального И любителя надо учить совершенно по-разному Любителя надо научить аккомпанировать и подбирать на слух А всякие там этюды и так далее, это будущему профи А когда вот это профессиональное обучение Обрушивается на голову человека, которому это не больно-то нужно У него это вызывает стойкое отвращение Вот объяснение Потому что и биологов, и филологов, и прочих йогеров У нас учат математики так же, как будущих математиков Только в меньшем объеме Строгие определения, точные доказательства и так далее В то время как один из крупнейших математиков 20 века И великолепный методист, автор книг, который поныне переиздается Ришард Коррент, сказал Математика это не точные определения и не строгие доказательства Это интуиция и конструкции Когда растят будущего математика Да, путь к интуиции лежит через строгие определения и так далее А когда это делается для человека, для которого математика лишь средство Для делания, опять-таки, чего-то К интуиции можно идти по-другому Через примеры, через параптическую деятельность Когда-то мои молодые коллеги-социологи Работая с аппаратом, который мы для них сочинили Они не выучили определений, но насобачились с этим аппаратом работать вполне свободно Так что, скажем так, математика, с одной стороны, может быть полезна для гуманитариев А с другой стороны, это совсем не так страшно, как принято думать Спасибо за это Предварительно планируем как бы развить его на два таких кусочка Первый кусочек, которым будет заниматься Николай Николаевич Он более теоретический Ну, чтобы вас это не пугало, слово теоретическое Это разговор о моделях, которые существуют Я бы хотела в своем кусочке более подробно остановиться на практике И в частности на проблеме измерения По-хорошему, если вы что-то уже измерили, дальше все достаточно просто То есть существуют методы, которые позволяют то, что вы измерили, каким-то образом обработать А вот проблема измерения существует и достаточно остро существует К сожалению, в школах у нас вообще этому не уделяют внимания Но и в высших учебных заведениях этому уделяется крайне мало внимания И просто идет поток работ, диссертаций, да даже докторских В которых вроде бы работа проделана, вроде бы шкала измерена Но она измерена неправильно, она измерена не так, как нужно Или не то измеряли, что нужно И в результате, то есть вроде бы строение красивое, но оно стоит на каком-то, ну на песке И ветерок подует, и оно тут же все развалится Вот мне бы в своем кусочке хотелось бы больше остановиться именно на проблемах Вот на этих проблемах Как измерять, что измерять, с помощью чего измерять Ну, времени Спасибо. Спасибо.